И снова здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем наш тренинг, который называется БТММ. Это базовый тренинг по массажу и иммунальной терапии. Сокращение такое просто. Он входит в программу. Вот, в общем-то, сейчас объясню, куда вы попали. Вы попали в Академию Интересно-ориентированных практик. Сокращенно это вот Альфа-Топ. Академия Интересно-ориентированных практик. Здесь я, Олег Алабудин, еще раз представлюсь, основатель и пропагандист всех этих движений. У нас насчитывается около 30 с лишним видов массажей. Кроме того, не зря называют это Интересно-ориентированной практики. Это имеется в виду не только работа с телом, с физическим, но и со всеми остальными. С телами, с астральными, с энергетическими, тонкие тела и так далее. То есть это рассматривается организм человека весь целиком, со всеми его взаимосвязями. Там порядка 20 систем только внутренних насчитываются. Эндокринная, иммунная, кровеносная, энергетическая система. Даже есть электромагнитная система и так далее. Нейронная. И помимо этого у него есть вот такой рисуночек. Это связь человека с внешней частью окружающей среды, так скажем. Ну, раз уже показал рисунок, давайте тогда сразу просто вот дам понять, что входит вот в этот БТММ. Вот, синий линия, да, это человек как бы изображен. Кстати, вот с Светлане я тоже самое делал, она рассказывала, да? Ну, она рассказала, что у нас есть, была как учебное пособие, а больше не рассказала. Да? Вот, соответственно, тренинг построен так, что первые дни мы проходим массаж, причем такой, который сразу с воздействием на космосвязочный аппарат человека. Это ноу-хау, некоторого такого практически нигде нету. Многие приемы даже как бы мной разработаны. Он убирает все функциональные блоки. Во-первых, телесные, триггерные точки убирает. Потом убирает на основе космоскелета человека. То есть мы лечим как бы физическую оболочку. Убираем в ней все вот эти зажимы. Далее мы работаем с позвоночником. Опять у нас будут там вебни в конце. Ну, то есть тут мы делаем все. Руки, ноги, голова, вестеральный массаж живота, где тоже на внутренний орган влияем. Плюс точки изучаем, там тоже влияем. Это акупунктура на все проекции внутренних органов. Ну, тут, соответственно, уже этого знания достаточно, чтобы, во-первых, пойти работать. То есть у нас были такие случаи, многие на тренинге, мы в офисе как-то снимали помещение. И прямо во время тренинга пошли из соседнего офиса, пригласили там девушек, сделали массаж. Те заплатили деньги, то есть тут же прям заработали люди, понимаете. Один говорит, а я завтра пойду с понедельника работать, можно у вас стол в аренду взять. И прямо взял его стол и ушел со стола в тренинг. Представляете? То есть это те знания, то есть без воды, без всякой, которые мы сразу внедряем в жизнь. Сейчас будем отрабатывать все друг на друге. В последние дни там к нам еще присоединятся два человека. Вот. Значит, эта мануальная терапия будет на пятом дне, где мы стоя, сидя, лежа, на полу, на столе, во всех позах, убираем функциональные блоки костно-связочного аппарата. То есть если есть где-то искажение вплоть до сколиоза, нужно вылечить человека, растянуть, поправить в позвонки. Ну, уходит очень много проблем и с головными болями, метеозависимостью и так далее. Далее, вот красным обозначены чакры. Ну, не надо объяснять, знаете, да, что это? Вот. Как правило, их семь чакр, да, вот основных, вдоль позвоночника находятся. Ну, на самом деле, это все упрощенная система, их на самом деле больше. Во-первых, есть восьмая, девятая, вот, в подключичной зоне, вот здесь. А так их вообще около, там, не знаю, сколько, даже 240 где-то чакр, которые описаны вокруг нас, в пространстве, и мы, как матрица, в нее вписаны в это пространство. Чакры, вот, до недавнего времени считалось это чисто эзотерика. Какая-то там, наука какая-то, непонятно откуда что-то пришло. Но недавно, буквально 20 лет назад, питерские ученые, они анатомировали тело человека и нашли какие-то тончайшие, в сто раз тоньше волосы человека, какие-то нити, которые имеют узлы именно в тех местах, где, оказывается, находятся чакры. О которых там 5000 лет назад древние индусы еще говорили. Вот. Вот. Настраивая чакры, у нас настраивается психоэмоциональное состояние человека. Соответственно, идет, ну, мы сами же тоже обладаем чакрами, аурами и так далее, и энергетическим полем. И когда мы работаем с человеком, мы в него уже проникаем этими полями. Соответственно, идет обоюдная работа уже вместе. И это, как правило, сказывается вот это психоэмоциональное состояние человека, которое меняется в процессе нескольких сеансов, на его окружающую жизнь. Как водится, этого никто не замечает, но вот мне уже говорили люди, что у них там и на работе пошли дела по-другому, кто-то там с начальством получше стал общаться, и это, и повысили там, и так далее, и в семье лучше отношения наладились. Ну, и вообще, короче, мир начинает, как у человека, выстраиваться так, как ему наиболее комфортно. Вплоть до того, что он начинает становиться достигатором, достигает быстрее своих целей, больше зарабатывает, ну, и так далее, и комфортнее живет. Вот есть биополе еще такое, зелененькое, показано вокруг. Мы им тоже будем работать, тренироваться в последние дни, и потом будем настраивать ауру, первую ауру человека. Ну, их там семьи, все семьи будут рисовать. Самое чувствительное, ну, в общем, которое мы сможем почувствовать, это первая аура. Такой небольшой кокон, примерно метр диаметром от центра человека, вот вокруг всего человека, он одновременно является и, как бы, вот когда личности подобны друг другу, вот говорят, это родственные души, да? Да, да, это эфирное тело, да, они вот вливаются друг друга, сливаются, и, как бы, получается, в одном общем коконе существуют. Между ними тоже там проходит, сейчас вам покажу, там есть схемы, как это действует. Вот, и он же является защитным коконом от всяких внешних воздействий, от глазов, порчи там, и даже от всяких присосавшихся паразитов энергетических. Вот, никого не пугают такие слова? Нет? Просто смотрите, это несколько новая наука, вот обычно, как у нас называют, остеопатия, да? Это всем знакомо, да? Че-то ты пропустил. Остеопатия. То есть, остео – это кости, по древнему латинскому, пати – это болезнь, то есть, изучаю, болезнь костей. У меня уже несколько шире, я назвал это ось-птеотерапия, где ось – это ось, вот общая ось организма, она бесконечная, потому что она связана с вот этими некоторыми божественными линиями, энергетическими потоками, которые протекают постоянно среди нас и через нас. И вопрос в том, что умеем мы ними пользоваться или не умеем, можем мы их настраиваться или не можем, или мы их теряем, получая энергию, мы тоже ее теряем и ничего не приобретаем в этой жизни. Поэтому, тео – это «бог» по-дельному латински, или демидрический, терапия и лечение. То есть, видите, какой разный смысл получается. Болезнь костей – лечение божественной оси. То есть, мы восстанавливаем за счет вот этих всех структур вот эту вот вертикаль человека, с помощью которой он живет. Ну, начиная с позвоночника, понятно, что от него идут все внутренние органы, все нейронные связи и питание и внутренних органов, и мышц в том числе. Так, преподаю, соответственно, тут вот этот тренинг БТММ – это я преподаю, а остальные методики у нас есть разные преподаватели, то есть там направлений много. Это не только массажи, как я говорил, там уже больше 30 видов. Это и банное парение, и обертывание, и пиявки, и танцы, даже там есть специальная танцевальная терапия, и хиджама есть, да. Ну, даже не знаю, как это перечислить. В общем, все, много всего. По каждому направлению свой есть тренер, свой преподаватель. Многие приглашенные даже там могут быть из-за рубежа. Соответственно, вот я когда-то влазил по интернету, но все мы сейчас, наверное, пользуемся информацией полно, море, честно говоря, но я столкнулся с тупиком некоторым. Когда хочется что-то конкретное узнать, вот просто нет информации. Вот как бы общий, общий обо всем везде есть у каждого, а вот когда что-то вот прям надо, вот нету. И в итоге я понял, что на самом деле интернет – это большая мусорка, до какого-то этапа она полезна. Но чтобы в ней разобраться, вот эта школа, она формирует пазл всего лишь из трех треугольников. То есть мы, как телесные терапевты, телесно-ориентированные терапевты, да, мы должны отвечать на вопросы, что мы делаем, то есть что мы конкретно умеем, какие навыки у нас есть, да, кому делаем, это к вопросу о маркетинге, о поиске клиентов и так далее. И как, соответственно, делаем? Как это, как предлагать услугу, как мы вообще себя преподносим, имеем ли мы ИП, там свой собственный бизнес, или мы на кого-то работаем, на проценты и так далее. Соответственно, на все эти вопросы вот обучение идет в Альфа ТОП. Как делать? Там у нас есть такой центр освобождения. Кому делать? Это там маркетинговая программа есть. Это Альфа Массажист. Точка.ру такой сайт. Ну, все эти продукты развиваются и, короче, в итоге получается, что как только человек попадает, ну, сюда в какую-то вот в один из пазлов, да, он начинает задавать вопрос. А что? А как делать? А что конкретно? Идет сюда, вот, например, да, какую-то новую тему смотрит. А вот там, а как это предложить? Или как это вообще, какую услугу запаковать? Идет сюда, отсюда-сюда, ну и так далее. В общем, ходит и получает, как бы, ответ на все вопросы. И когда я вот такую простую систему построил, я понял, что на самом деле это же, кристалл, похоже на кристалл, да? Ну да. И, боже мой, это же так просто, а люди-то этого не знают, надо людям это дать. И у меня как бы раздвоилось мое сознание, одна моя темная сущность сказала, это моя прелесть, никому это не давай, ты что? Это же секрет. Другая, честно, я сказала, нет, это надо, чтобы все знали, это надо людям дать большой доступ к этим знаниям, потому что очень многое у нас, особенно в классическом образовании, просто скрывается от людей, просто недоступно, либо преподается настолько поверхностно, что, ну даже, не знаю, ну даже не дотрагивается толику какого-то внимания до вот этих важных аспектов. Но по подробнее мы с вами еще будем говорить об этом потом. Что я вам хотел дать, это сразу вот некоторые подарки. Это вот вам дисконт 40%.